Добрый вечер, здравствуйте, очень рада вас всех видеть на этой территории. Я здесь в первый раз немножко волнуюсь, поэтому, если вдруг я что-то забуду, можете меня потом об этом спросить, и я вам с удовольствием отвечу. Так, у меня вам, уже есть. Здорово-нагометная опасность – это такая тема, которая волнует, наверное, вообще всех людей, вне зависимости от профессии, от направления исследований и так далее. А точнее, волнует вопрос, был больным, и не умолен. Ну, как показывает все-таки история, да, помпонент, помпонент еще как. И я стараюсь вам сегодня рассказать, как можно как-то либо смягчить последствия, либо как-то избежать вообще этих столкновений с опасными невестными телами. Я представляю институт, астрономия Российской Академии Науки, и в зале люди, которые вообще слышали об этом месте. Ну, кроме тех, кто там учится, да. Очень мало, но мы действительно существуем, мы находимся на пятнице, у нас периодически проводят семинары по Солнечной системе, по астрофизике. Они для всех, поэтому, если кто-то хочет, можете приходить и регистрироваться просто на сайте у нас и приходить туда. Значит, астероид – это коннетная опасность. Во-первых, давайте познакомимся немножко с основными определениями, которые здесь необходимы. Я думаю, многие знают, но, может быть, кто-то все-таки не знает. Основное определение – это астероиды. Астероид – это тело, небольшое тело, которое летает на космосе, которое, оно может быть металлическое, оно может быть каменное, разные характеристики у него может быть. Оно движется все, все, все небесные тела у нас движутся вокруг Солнца, по лептическим орбитам. И этих астероидов очень много. Они разных размеров. Есть астероиды, которые начинаются от 10 метров, есть астероиды 7-метровые, есть астероиды километровые, 100-километровые и так далее. Их очень большое количество, их миллиард, летает в космосе. И если такой астероид попадет в Землю и упадет на нее, он уже будет называться метеоритом. Или если он сгорит в атмосфере так, что у близлежащих тому, кто вынесет окна, это называется болит. Примерно такая классификация тел, которые могут попасть в нам на Землю. И самое опасное из них, это, конечно же, астероиды. И самое опасное из них, это болит. Я говорю астероиды, и часто буду в своей лекции использовать именно термин астероид, но туда же входит понятие кометы. Поскольку кометы это тела, которые очень редко сближаются с Землей, я не буду каждый раз говорить астероиды и кометы. Кометы будут как бы включены в понятие астероидов. Кометы, я думаю, тоже все знают, что это такое. Это тело, но это уже не каменный, не металлический объект. Это объект в основном из льда. Это может быть водяной лед, это может быть неводяной лед. Это кометы, тела, которые движутся по очень вытянутым орбитам. То есть вот здесь, например, показана комета Галлея, как выглядит ее орбита. Вот здесь вот она была в 1987 году. И вот сюда она дойдет в 2024. Представляете, сколько лет ей нужно, чтобы достичь, чтобы сделать хотя бы один период, она появляется рядом с Землей в общем-то очень редко. Кометы тоже попадают на Землю. Кометы тоже могут унести достаточно большой урон. Кометы, как говорим, чуть похоже. Ну, здесь вот чисто для красоты картины я поставила этот слайд. Это кометы Чурюмова-Пирасиметка. Кто не слышал? Есть кто-нибудь? Да, очень много. Все наверняка слышали про миссию Розетта, которая и сделала эти снимки. Миссия эта была запущена несколько лет назад. Буквально в том году она уже завершилась. Она, аппарат Розетта, упал на комету, распился. Но перед этим он успел получить вот такие вот прекрасные снимки. Как мы видим, тело, несмотря на то, что это водяное, это все-таки очень жесткая вещь, и если оно упадет на Землю, оно тоже может привести значительное разрушение. Как я уже сказала, все телосолнечные системы движутся по эллиптическим орбитам. Как Сергей Алексеевич Аксенов у нас сегодня уже говорил, действительно, у орбит есть такая характеристика, как вот. Есть ближайшая точка к грандирующему центру, в нашем случае это Солнце. Есть самая дальняя точка. Здесь у нас называется перегелий, здесь называется аппарит. Астероиды с перегелением расстояния меньше, чем 1,3 астерномических единиц и называются астероиды, которые сближаются с Землей. То значит, что такое 1 астерномическая единица, сколько это? Сколько? Ну, считай, 150 миллионов километров. Даже 150 миллионов километров это расстояние от Земли до Солнца, 1 астерномическая единица. То есть все астероиды, которые лежат вот в этом области, они считаются астероидами, сближающимися с Землей. Но не все из них опасные астероиды. Опасными называются те, которых минимальное расстояние их орбиты до орбиты Земли составляет 0,05 астерномической единицы. То есть достаточно мало. Почему именно это расстояние, почему именно такие орбиты называются опасными? Во-первых, на таком расстоянии от орбиты до Солнца очень ввлекла вероятность эффекта так называемой гравитационной фокусировки. Когда Земля своей гравитацией меняет параметры орбиты астероида так, что он с большой вероятностью может упасть на Землю. Здесь вот показана орбита так называемого астероида JOO2E3. Показано, как он вращается вокруг Земли, как он вращается вокруг Луны. Здесь на самом деле Луна даже помогает этому астероиду, немножко отталкивает его от Земли. Как стало известно позже, это ни разу не астероид, это третья ступень запуска ракеты, которая выводила миссию Аполлон-12. Но между тем, очень такая наглядная информация, поэтому я ее сюда включила. Но да, астероиды такие, они могут быть опасны. Всем известно, что падение астероида послужило причиной гибели динозавров. Все знают, что это послужило причиной, мало кто задумывается, как именно. Ну, динозавров вообще было достаточно много, и они не могли в одном месте все вместе скучковаться, чтобы один из астероидов всех уходить. Так, этот астероид, он вызвал климатическую катастрофу. Когда астероид атомного размера ударяет по Земле, он вызывает огромное оборудование пыли. Эта пыль, эта взвесь, остается в атмосфере, перекрывая солнечный свет, не полностью его истребляя, но перекрывая значительную его часть, и это несет за собой климатические изменения. Такой эффект называется ядерной зимой. Считается, что динозавры погибли именно из-за вот такого эффекта, именно из-за того, что они не успели приспособиться к весным климатическим условиям и были. Здесь представлена таблица, что произойдет, если на Землю упадет тело определенного размера. Пылинки никаким образом не влияют на безопасность нашей жизни на Земле. Пыль космической за год выпадает несколько тонн, даже по несколько десятков тонн на поверхность Земли. У нас, я думаю, крыши, это здание даже в какой-то мере покрыто космической пыльной, никаким образом она нам не влияет. Метеороиды. Метеороиды — это понятие достаточно раскидочное. Вот здесь, например, метеороид 250, больше 20 метров, описанка «Ктунгусское событие». На самом деле, кто знает, что такое «Ктунгусское событие»? Кто о нем слышал? Вот, очень много кто слышал, молодцы. Это событие 30 июня 1908 года, недалеко от посолка Тунгусска. Нашли кратер. Не нашли метеорита, не нашли осколков. Нашли, просто увидели, что в определенном месте повалены деревья и образуют кратер, который очень похож на кратер метеорит. Так до сих пор не установлено, что это было. Скорее всего, это была комета, но очевидцев нет, ничего нет, ничего нет. Поэтому, на самом деле, мы называем метеоробу. Астероиды больше 100 метров, они приходят раз в 5000 лет. Величина кратера более 2 километров. Это такая достаточно большая региональная катастрофа. Если такой объект попадает в населенные пункты, то населенного пункта больше нет. Если у нас диаметра больше 1 километра, это прилетает раз в 600 тысяч лет. Кратор больше 20 километров – это глобальная катастрофа. То есть, в принципе, не то что у населенного объекта, целого континента может уже не быть. И если у нас диаметр 10 километров и более, хотя таких астероидов уже мало, частота – это раз в 100 миллионов лет. И это уже конец цивилизации. То есть, нашу планету может перестать существовать. Как раз таки возможно, что будут похожие астероиды, я думаю, конечно, не 10 километров, а около 1 километра, это то, что уничтоживают назад. Такая достаточно грустная статистика, но можно, наверное, немножко надежно, в следующем. После Земли таких больших тел. Практически все большие и крупные астероиды, они сосредоточены в основном поясе астероидов, которые, кстати, где находятся все полны? Да, это между Марсом и Питером. Действительно, там это основное не то, что местоположение этих астероидов, это еще и основной источник околозерных астероидов, которые, собственно, падают на Землю. Но падают на Землю астероиды в основном падают. После, вот, основное свидетельство попадания астероидов на Землю, это, естественно, метеоритные кратеры. Метеоритные кратеры – один из самых известных кратеров, вот он здесь представлен на картинке слева, это кратер в Аризоне. Он очень хорошо сохранился благодаря чему, кстати? Кто как думает? Да, там низкая геологическая активность, там нет вулканов, там нет леса, там нет воды практически, это очень сухая область, поэтому этот кратер прекрасно сохранился, он в хорошем состоянии. Он чуть ли не единственный такой подобный объект, который у нас на планете есть. Остальные кратеры, они достаточно недолговечны, они взрастают, они заполняются водой, становятся озерами. В результате геологической активности Земли эти кратеры уже, большинство из них, таких больших кратеров, они практически уже незаметны. И вот этот, основным свидетельством сейчас являются уже видеозаписи, фотографии очевидцев. Вот такие валиды, вот это, кстати, фотографии Челябинского метеорита, вот здесь видна его траектория, и это оборонка, которую он оставил в Чепаркульском озере, откуда его потом оставали. Такие свидетельства помогают, очень помогают ученым. Помогают они, чем больше фотографий метеорита есть, чем больше фотографий болида, чем больше видеозаписей, тем больше, выше вероятность правильно, во-первых, оценить координаты места падения и быстрее найти их метеорит, тем выше вероятность правильно определить угол входа в атмосферу, скорость входа в атмосферу, которую уже дают дальше очень много данных для ученых. Зачем это нужно? Зачем вообще нужны наблюдательные данные? Такие тела размером от 10 и более метров, как я и сказала, их большинство в околоземном пространстве, их невозможно засечь визуально, практически. Очень редко, когда такой астероид попадает в телескоп, можно определить точную лекторию, можно точно посмотреть, куда он дальше полетит. И именно вот такие наземные уже наблюдения, они помогают составить статистику. Статистику размеров, статистику скоростей, статистику наклонения, каким углом металлит этот астероид. И дальше уже на основе вот этих вот наблюдательных данных ученые строят модели. И по этим моделям составляют, собственно, статистику, с которой я вас сегодня тоже немножко познакомлю, статистику падения астероидов на Землю, статистику пролета астероидов после Земли и так далее. Вот такие. Это список наземных обсерваторий, в программе которых есть наблюдение за астероидами. Список достаточно большой. Возглавляет его американская программа Space Watch. Вот здесь вот как раз их два телескопа, это в Аризоне. Один из больших, самых крупных телескопов, это Маламорская обсерватория. И здесь вот в самом низу звени город России. Это обсерватория Института ИНОСАН, мы тоже следим нашим небольшим телескопом за астероидами, тоже составляем небольшую статистику. Кроме наземных средств, есть средства космические. Вот это одно из самых известных космических средств, это канадский телескоп NEOSАН. Он находится, у нас летает по полоземной орбите высотой 800 километров и постоянно мониторит. Но мониторит он в основном космический мусор. Астероид он смотрит редко, редко в основном космический мусор, как бы для научной цели это не очень помогает. Но и у наземных, и у околоземных фактических средств есть один большой объект, который им мешает. И о нем тоже сегодня говорила подсюду на сайте Алексеевич. Кто сможет его назвать? Действительно, это Солнце. Наземным аппаратам доступны, абсолютно недоступна область в 45 градусов вокруг Солнца. То есть 45 градусов в угловой радиус, и в итоге область получается 90 градусов вокруг Солнца полностью засечена. Мы ее не видим. Околоземным аппаратам недоступна полностью область в 30 градусов, но все равно 60 градусов полного засвета от Солнца. То есть астероиды, которые прилетают с дневного неба, невозможно засечь ни с Земли, ни с космоса. При этом статистика показывает, что из дневного неба, из ночного неба приходит примерно одинаковое количество болит. То есть получается, что ровно половину угрожающих нам космических тел мы пропускаем. Как с этим бороться? Как с этим бороться придумали вы на сайте? Да вот здесь вот как раз такое схематичное изображение дневного неба. Очень схематично. Вы на сайте придумали космический аппарат СОДА. Не пугайтесь, название расшифровывается как система обнаружения дневных астероидов. А не то, что такое. Аппарат этот планируется запустить в 2020 году. И это та самая идея, которая до того, что говорится Екатерий Алексеевич Аксёнов, его планируется запустить в точку или один системы Солнца-Земля. Именно туда, для того, чтобы вот этот вот засвет от Солнца не мешал ему мониторить дневную сторону Земли. Аппарат планирует содержать в себе три основных телескопа. Один маленький прецизионный телескоп, который находит астероид, и два больших телескопа, которые постоянно мониторят вот такие две области. Два конуса. Один внутренний конус, один внешний конус. Между этими конусами, если внешний конус пересекает астероид, телескоп сразу же дает алерт на Землю, и этот астероид начинает активно мониториться. Если расчеты показывают, что его орбита сейчас пересечет второй конус, если он пересекает второй конус, то уже, скорее всего, по данным, полученным с точного телескопа, можно эту орбиту предугадать, предсказать, построить, и понять, куда именно этот астероид албанет. Примерное время между тем, как орбита построена, и между тем, как астероид албанет, примерно 4 часа. 4 часа этого, в принципе, достаточно, чтобы эвакуировать небольшой населенный пол. Или, как, не знаю, какие-то меры предпринят. Телескопы... А, ну, какова вероятность все-таки, сколько тел там взлетает? Если... Вот просто я... У нас есть в институте один человек, который утверждает, что затотка прилетает акиностероид. Но он быть не может. Мы сказали, что-то тут не так, и решили построить свою статистику. Смотрели, боже, ну, оно действительно очень много, по крайней мере, ну, два раза в месяц точно, появляется угрожающий заголовок. К нам летит что-то, оно нас долбает. Стоит ли это ему верить каждый раз? Или не стоит? Мы подумали, взяли модель. Модель распределения астероидов, она сейчас одна, она полная модель астероидов, которая называется модель равнику водки в орбидели. Если это кому-то о чем поговорить, это модель, которая позволяет построить распределение астероидов по размерам и по элементам орбиды. Понять, где какой астероид, в какой момент он не находится. Как я уже говорила, найти оптически вот такие маленькие астероиды практически невозможно. Возможно только как-то их смоделировать. И вот при помощи этой модели мы построили следующую статистику. Количество астероидов, с держащихся с Землей, размером более 10 метров, которые пересекают за год сферу радиусом 1 миллион километров. То есть представили себе шарик, в центре которого находится Земля, шарик радиусом 1 миллион километров. Таких астероидов 3200 штук в год, по один год пересекают. Близко к Земле, поближе, то есть между Землей и Луной, на расстоянии 4 миллиона, 400 тысяч километров от Земли, это примерно расстояние между Землей и Луной, примерно агитой Луны. За год пролетает около четырех сотен астероидов, размером от 10 до 850 лет. Это достаточно много. То есть пугаться каждому сообщению не стоит. Хорошо. Если мы это увидели, если мы это наблюдали, то что же делать дальше? В самом деле, сейчас, если посмотреть по интернету, даже в Википедию, если открыть, то идей о том, как уничтожить, как отвести астероид, их очень-очень-очень много. Они, наверное, меня на полном серьезе спросили, можно ли отвести астероида по планету силой мысли. Я сказала, да, но нужна очень мощная шапочка из фольги. Так что даже такие идеи, они имеют место быть, ну окей, может быть, когда-то в далеком-далеком будущем это станет возможным. Сейчас есть два основных направлениях борьбы с обысловоопасными астероидами. Это уничтожение, то есть полностью либо взорвать, либо как-то еще не знаю. И это самый популярный на данный момент метод, это уход астероида на какой-то, перевод его на какую-то другую армию. То есть если мы уже точно знаем, что астероид находится на столкновительной орбите, значит, нужно его отвести. Ну вот здесь показаны два слайда, то, что взяли из интернета, а американские ученые якобы придумали лазер, где разбивали астероиды. Ну, если мы можем поддерживать свет. Существует несколько методов даже увода астероида с орбиты, а один из этих методов — это космический таран. Тогда маленький космический объект разгоняется до большой скорости, врезается в астероид, тем самым меняя его вектор скорости, меняя его направление, переводя астероид на другой объект. Это возможно, но тогда это получается полностью пожертвовать с космическим кораблем. Ну, такая вот система. Есть так называемая 3D-зонная титачка. А если возле астероида поместить большой корабль, очень большой корабль, очень большой корабль, тяжелый, то он своей гравитацией будет притягивать к себе астероид, таким образом, уводя его на другую неспокновительную орбиту. Есть идеи поместить на сам астероид, какой-то большой аппарат, так как центр массового тела поменяется, и он сам по себе потихоньку отползет в другую сторону. Все эти идеи есть, все эти идеи существуют, некоторые из них даже разрабатываются, вот эти две картинки, они взяты с сайта НАСА и ЕСА, то есть эти проекты как бы в будущем, возможно, даже будут действовать, но пока ничего такого нет. То есть пока мы можем только наблюдать, только смотреть, и если вдруг что-то в нас все-таки полетит, мы можем только логулиться. Больше вариантов. Как я уже сказала, наблюдать мы можем, причем сейчас самое интересное, наблюдать могут почти все. Очень много кто может искать астероиды, например, на снимках уже существующих обсерваторий, потому что очень многие обсерватории выкладывают в свои каталогии доступ, общий доступ, очень многие могут фиксировать пролеты небольших метеоров, фиксировать пролеты небольших болидов на фотокамеры, на телефоны, на что угодно. Сейчас действует вот два года назад. Появилась такая общественная инициатива, которая называется астероиды. Появилась она в Европе, и в нее уже входит очень достаточно большое количество людей. Один из основателей этой инициативы это астриталист группы МУИН, он, если что, образование астрофизии. Это очень интересная инициатива, и она призывает людей больше наблюдать и больше делиться тем, что у них наснято, что у них сфотографировано. Они считают, что если люди будут как-то больше взаимодействовать между собой, можно собрать гораздо больше данного астероида, чем то, что мы имеем сейчас. Поэтому движение это абсолютно открытое. Я являюсь его координатором в России. У нас 30 июня, это есть что годовщина падения Тургусского метеорита, в Муниторе запланируют несколько научно-популярных лекций по поводу астероидов. Если кто-то хочет, пожалуйста, вот сайт, регистрируйтесь. У нас через некоторое время появится российская страница этого сайта. Там будет полный обзор всех мероприятий, которые планируются по стране, то есть не только по России, не только по Москве. Ну и если у кого-то есть чем поделиться, то, пожалуйста, пишите сюда организатора, пишите, нет, 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 нет. Все, всем спасибо за внимание. Спасибо.